Рада всех приветствовать, кто смог к нам сегодня подключиться. Меня зовут Анна Макарова, я специалист по связям с общественностью Института дистанционного образования ПСТГУ. Это сегодня в качестве такого модератора этого вебинара выступаю. Просто поясню, поскольку у нас сегодня те абитуриенты, кто у нас уже учился, и новые люди в том числе участвуют в вебинаре, уточню, что в принципе платформа Zoom, на которой мы эту встречу сегодня проводим, это для нас нетипичная площадка. Обычно у нас весь учебный процесс проходит в системе дистанционного обучения ПСТГУ, и те из вас, кто уже либо учился, либо подавал заявку уже в магистратуру и, соответственно, проходил процесс регистрации, эту систему уже отчасти видели, немножко с ней познакомились. И на этой же системе проводятся вебинары, причем вебинары – это не основное содержимое нашего учебного курса, один из инструментов, не главный. Но вот чтобы сегодня, так сказать, не создавать дополнительных препятствий для абитуриентов, которые еще не подавали заявку, не регистрировались в системе, мы именно в Zoom встречу проводим, но это для нас такая редкие случаи, когда мы встречаемся здесь, нетипичные. И наш сегодняшний план, я представлю сейчас слово директору Института дистанционного образования Протерея Геннадия Егорова, потом руководителю магистрской программы Татьяне Николаевне Лезвых и научному руководителю магистрантов. И в процессе этих выступлений я вас прошу вопросы, которые у вас возникают, фиксировать. Можно их писать в чате, чтобы они не забыли, и за чатом я буду следить, потом их озвучу, и в конце мы на них ответим. И уже в конце вы можете задать вопросы с микрофоном, мы на это специально оставим время, чтобы не сбивался ритм презентации наших преподавателей. Просто проще какие-то вопросы в конце задавать, тем более в конце их обычно уже появляется больше. Какие-то ответы могут в процессе озвучить выступающие. Вот таков наш сегодняшний план. И точню, что здесь же присутствует заместитель директора по учебной работе Оксана Николаевна Шевченко. Она поступать сама не планировала, но какие-то вопросы такого административного характера по документам, по поступлению, также она сможет на них ответить в конце, если что-то вам будет непонятно. И я передаю слово отцу Геннадию Егорову, кандидат психологических наук, директор института дистанционного образования и преподаватель курса православной христиологии и антропологии в нашей магистратуре. Добрый вечер всем. Я начну с малюсенького исторического экскурса. Мы долгое время, больше 10 лет, не очень хотели делать у себя программу высшего образования по двум основным причинам. Первое – это то, что государство очень мощно регулирует высшее образование и куча всяких требований, нормативов, которые нужно выполнять. В этом смысле в дополнительном образовании гораздо проще. И во-вторых, это то, что мы боялись, что придут люди, которые думают, что дистанционное образование – это две кнопки нажал, и уже у тебя диплом на руках, что ничего не нужно делать. Но, тем не менее, ситуация постепенно менялась. И в частности, в тех областях, где раньше вполне было достаточно диплома о дополнительном образовании, государство стало требовать магистерский диплом. Поэтому магистерские дипломы по теологии стали просто-напросто нужны. И мы тогда решили делать эту программу. С государственным требованием мы справились. Здесь люди, которым хочется диплом без трудов. На самом деле их совсем немного, но каждый год один-два приходят, но они быстро понимают, что не совсем по адресу обратились, и нас благополучно покидают. Потому что сейчас, к сожалению, все больше и больше таких мест. Вот тоже в последние годы каждый год приходят люди с дипломами бакалавров теологии или дополнительной профессиональной при подготовке теологии из очень странных мест. Но мы обычно, поскольку у нас диплом тоже является одним из элементов оценивания при поступлении, то мы, естественно, смотрим, откуда диплом, что там и какие-то странные учреждения, где, так сказать, по любой, хочешь по юспруденции, хочешь по выращиванию фиалок, хочешь по теологии, за два месяца получишь диплом. Недорого. Ну, конечно, недорого такие дипломы ценятся при поступлении. Но в целом, конечно, мы рады, что приходят люди весьма мотивированные. В чем особенность нашей магистратуры? Ну, первая особенность заключается в том, что, ну, как мы видим, зачастую выпускники бакалавриата, они в основном мыслят достаточно шаблонно и следуют схему учебников. В процессе учебы, к сожалению, за пределы учебников они, как правило, не успевают выйти. И поэтому в магистратуре мы гораздо больше внимания уделяем работе с первоисточниками, во-первых, и с проблемами и нерешенными вопросами в большей степени, нежели с решениями и ответами. То есть вот это, знаете, детская викторина, где с одной стороны 10 вопросов, с другой стороны 10 ответов, и нужно найти между ними соответствия, и у нас нет. То есть нужно все время, ну, так сказать, развивать свое мышление. И вторая особенность – это то, что центром деятельности студента является научная работа. Помимо изучения вот различных дисциплин, значения первоисточниками, с самого начала мы начинаем научную работу студента, которая у нас как бы объединена с работой над выпускной квалификационной работой. Ну, иногда ее называют, говорят, магистерская диссертация, но это на самом деле некорректное название. Просто когда-то давным-давно шли степени сначала кандидата наук, потом магистра наук, потом доктора наук. То есть была действительно магистерская диссертация, которая стояла выше между кандидатской и докторской. Вот сейчас магистерская уехала вниз под кандидатскую, но под старой памяти иногда их называют магистерские диссертации, хотя формально это всего лишь выпускная квалификационная работа, то есть в большей степени диплом. Так вот, мы, к сожалению, приходится видеть иногда, что в магистратурах, да и в аспирантурах студент предоставлен сам себе и только в последнем семестре. Вот начинается какая-то лихорадочная активность тем, чтобы что-то успеть написать. Вот мы с самого первого семестра сразу же назначаем руководителей, уточняем темы, проводим регулярные встречи, где мы совместно обсуждаем этапы работы над выпускной работой. Ну и кроме того, естественно, приглашаем студентов присутствовать на тех научных семинарах, которые мы организуем. Это довольно трудно. Иногда студенты говорят, ну вот, оставьте меня в покое, вот когда у меня будет побольше свободного времени, я тогда и займусь научной работой. Но мы с вами все люди взрослые понимаем, что вот этот момент, когда будет побольше свободного времени, он практически никогда не наступает. Поэтому мы за годы существования нашей магистратуры убедились, что вот этот подход с четкими этапами и регулярной отчетностью обсуждения того, что сделано, оно дает хороший результат. Я думаю, вы слышали о том, что комиссию аттестационную, перед которой, собственно, и нужно защищать выпускную работу, ее возглавляет председатель учебного комитета Русской православной церкви и претерей Максим Козлов. И в комиссию у нас входит, ну, это требование законодательства, чтобы в комиссии были представители-работодатели. Вот от работодателя у нас два архиерея присутствуют. Так что комиссия вполне независимая. Как вы сами понимаете, указывать архиереям, какие вопросы создавать, какие оценки ставить, мы не можем. Поэтому, в общем, всегда защита для нас немножко непредсказуема. Иногда будет очень сурово. Но, тем не менее, это гарантия того, что, ну, оценка более-менее объективна. И то, что с точки зрения церковной у нас все благополучно. Самое замечательное, что каждый год, вот, и отец Максим, и архиереи, они выражают согласие продолжать работать в этой комиссии, при том, что, так сказать, никаких особых доходов это им не приносит. То есть, им это интересно, и это нас очень вдохновляет. То есть, все-таки то, что делают наши студенты, хотя это не что-то выдающее, если понятно, что мы стараемся удерживать, да, вот уровень магистерских работ, и даже не даем куда-то вылетать дальше с тем, чтобы, ну, как бы дальше хочешь, пожалуйста, пиши кандидатскую диссертацию, докторскую. Но, тем не менее, эти работы вполне для комиссии интересны, и каждый год она продолжает работу в этом составе. Вот, ну, и я думаю, что, поскольку я вот сейчас вывел на научную работу, то самое время передать слово научным руководителям. Конечно, сегодня собрались не все, потому что, если мы соберем всех, кто у нас научный руководство шляет, мы будем сидеть довольно долго. Кроме того, мы стараемся, ну, в общем, для каждой темы, если кто-то, ну, из нашего состава такого основного, кто-то эту тему взять не может, мы всегда стараемся привлекать руководителя со стороны, потому что вот мы такой принцип сведуем, что мы приглашаем людей приходить со своими, но если не темами, то, ну, скажем так, направлениями исследования, потому что они должны быть людям интересными. Мы не делаем так, что мы вешаем на кафедре вот 10 тем, и, пожалуйста, вот выбирайте одно из них. Во-первых, потому что при таком подходе, там, через 5-6 лет, эта кафедра обычно уже начинает ходить по кругу, потому что, ну, прождать какие-то все новые и новые темы, исходя из круга своих только узких научных интересов, ну, очень сложно. Вот, и во-вторых, ну, все-таки, опять же, поскольку у нас большая часть обучающихся, это уже люди взрослые, с каким-то сформировавшимся опытом и кругом интересов, то гораздо важнее, чтобы эта тема шла именно из этого круга интересов, опытов, а не просто из того, что мы, кстати, из головы придумали. И дальше уже мы, ну, вот, занимаемся, ну, собственно, мы не требуем тему, да, мы требуем именно какое-то направление, проблему, с которой будет студент работать. Дальше мы уже ищем научного руководителя, обсуждаем, как эту тему скорректировать. Вот, и вот, значит, часть нашего постоянного состава научных руководителей мы сегодня пригласили, да, но сначала Татьяна Николаевна, как научный руководитель нашей магистратуры, Владимир, я передаю вам слово. Да, теперь спасибо, отец Геннадий, за введение, и мы теперь слово передаем Татьяне Николаевне Резвых, кандидат философских наук и руководитель магистрской программы и преподаватель курсов по философии, по античной русско-религиозной философии, как раз магистратуре, вот, Татьяна Николаевна. Добрый вечер, меня слышно? Да, о вас, на всяком случае. Все хорошо, да, спасибо. Ну, тогда я продолжу. Ну, я, так сказать, подхвачу ту тему, которую начал отец Геннадий. Да, действительно, мы не даем готовых тем, потому что совершенно справедливо, если мы будем давать готовые темы, то, так сказать, все это, в общем, будет выхолощено. Все-таки мы представляем самому студенту, абитуриенту и студенту, да, вот, предъявить какую-то свою инициативу, прийти все-таки с тем, что ему интересно. Вот, но эта тема, конечно же, как правило, всегда корректируется, потому что специфика научной работы, ну, вот, она не сразу бывает понятна студенту, и поэтому приходится всегда ее корректировать. И вот когда вы будете, собственно, кто из вас будет писать, вступить на эссе, кто будет поступать, да, вот вы как раз будете писать эссе вот с описанием вот этой предполагаемой темы. Вот, то есть, фактически, вот, первое приближение к теме вашего научного исследования будет вот это эссе. Собственно, сложность в том, что, да, вот, тема – это, как бы, научная задача, которая требует решения, да, задача, которая охватывает определенную область научного исследования. То есть, вы обнаружите какую-то проблему, какое-то несоответствие фактов и научных объяснений, а дальше вы двигаете гипотезу, как эту проблему решить. Ну, конечно, не всегда так бывает, что проблема, которую ставит вот магистрант, да, она сразу вот такой научный характер имеет. Но, как правило, очень часто вполне возможно скорректировать ваши идеи, ваши планы именно в сторону того, чтобы написать именно научную работу. Ну, у нас существует три формы, три вида научной работы. Собственно, исследовательская работа, там, проект, кейс и так далее. Все это у нас описано, и требования у нас к этому тоже есть в наших всех материалах. Вот. Что хочу сказать еще, что тему лучше брать не широкую, а узкую. И, в общем-то, неплохо, ну, хорошо было бы, чтобы она все-таки, может быть, как-то учитывала ваше первое образование, вашу работу. Просто потому, что если вы, например, экономист по первому образованию, допустим, то трудно вам будет написать работу, там, например, на стыке психологии и богословия. То есть это, конечно, не значит, что вот так все узко, но все-таки вот это по опыту, как лучше делать. Значит, к магистрским работам предъявляются требования новизны. То есть мы всегда требуем, чтобы работа имела хоть какую-то новизну. То есть она не может носить чисто реферативного характера. Поэтому, когда вы будете размышлять над тем, что бы вы хотели в будущем, так сказать, писать, посмотрите, какая существует научная литература на эту тему. Ну, диссертации, например. Потому что, может быть, все это уже изучено. Когда вы эссе пишете, то, в общем, тоже неплохо бы уже посмотреть какую-то литературу. Если будете что-то смотреть, нужно показать, что вы уже немножко хотя бы разбираетесь в этой теме. Тем более, что литература, как правило, ее много. Потому что, условно говоря, считается, что на каждую страницу работает один источник. То есть если вы пишете 70 страниц, то, условно говоря, у вас должно быть 70 источников, и литература – это много. Вот поэтому можно к этому подготовиться заранее. Ну, что касается тематики, то такая как бы средоточие нашей магистринской программы – это вот соотношение богословия и философии. Вот стык. Богословие и наука. Религия и философия, если шире говорить. Религия и культура. Совсем широко. Вера и разум. Богословие и антропология. Богословское понимание человека научного понимания. То есть если совсем широко, то речь идет о пересечении церковной и светской культуры. О понимании человека с позиции религии, с позиции философии. То есть есть такие вопросы, которые ставят перед нами жизнь, и мы на них должны отвечать. Но при этом с учетом того, что мы являемся православными. То есть вот такой стык – это вот то практически все работы, не так или иначе. А вот внутри этого ядра находится. И вот одно из таких пересечений – это как раз русская философия, русско-религиозная философия, которую я, например, преподаю. И если говорить о круге моих интересов, то есть какая тематика, какие работы можно здесь писать у меня, чтобы я была научным руководителем, то это русско-религиозная философия серебряного века. То есть начало XX века, ну можно и XIX, конечно, в принципе можно и XVIII. Меня конкретно еще интересует взаимодействие русской и немецкой философии. Тоже, в общем, интересно, русский-немецкий философский диалог. Вот сейчас у нас магистрская пишется фактически тоже на стыке именно русской и немецкой философии. Но если говорить о тех работах, которые были защищены, например, при моем научном руководстве, то одна из них, например, была никак не связана с русской философией, зато была связана с современным богословием. Но этот богослов современный, православный, он испытал влияние русской философии, поэтому здесь тоже эти мотивы присутствовали. Вот Евгения Вилкова написал работу «Апологетический аспект трудов» Дэвида Бентли Харта. Это современный, нынешний живущий православный богослов, работы которого не все далеко переведены по-русски, и, в общем, о нем не так много работ. И в данном случае новизной являлось то, что человек взял автора, о котором не так много написано. При этом она не просто писала о нем как о философии, а писала о нем как о богословии, вот «Апологетический аспект». Это тоже ново, потому что, как правило, все-таки его рассматривают именно как философ. Еще, например, могу привести пример. Мария Синицкая написала тоже под моим руководством работу, посвященную Василию Зиньковскому. Она была посвящена как бы стыку его богословских идей. Был такой русский, Василий Зиньковский, это священник, который много занимался педагогикой. Он и философ, и богослов, но он еще и педагог, и конкретно занимался именно с молодежью, то есть работал в этой сфере. Вот работа у него была посвящена именно стыку его богословия и его педагогической работе, педагогической деятельности, то есть тоже такое пересечение воспитания и богословия в данном случае. То есть вот этот момент, он принципиально, на самом деле, важен для нашей магистратуры. И, в общем, сейчас будут выступать другие преподаватели, и вы увидите, что это и в другой проблематике тоже, в общем, так или иначе отражено. Ну, собственно, это все, что я хотела сказать. Ну, я могу такое еще действительно повторить, что у нас вот работа по научной, вот в этом курсе НИРС, который у нас есть, у нас есть отдельный курс, отдельный как бы такой сектор, посвященный научно-исследовательской работе студента. Это вот как бы отдельный еще предмет фактически, и где мы действительно регулярно обсуждаем работы на той стадии, на которой они есть. Вот, то есть и письменно, и устно, и проводим регулярные собрания. То есть мы никого не бросаем там наедине с его там проблемой, если у него сложности какие-то с написанием там или что-то еще. Поэтому, в общем, мы стараемся это курировать, чтобы действительно никому не пришлось на последний момент, за последний месяц там на коленке что-то писать. Тем более, что сам выход на магистрскую, он занимает буквально там, уже даже на магистрскую занимает 2-3 месяца. То есть написать, много раз проверить и так далее, рецензирование. То есть это, в общем, это все сложно, долго, и поэтому мы стараемся эту работу начинать с самого начала. Вот спасибо за все, что я хотела сказать. Спасибо, Татьяна Николаевна. И вот после этого уже тоже отчасти общего набора рекомендаций по выбору тем. Мы немножко, может быть, к более конкретным вопросам перейдем. И я сейчас передаю слово Ивану Ивановичу Уличеву, кандидату богословия, преподавателю курса «Актуальные проблемы православного богословия». И он, наверное, расскажет про также тематику тех работ, которые под его руководством пишутся. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность выступить на нашем собрании. И продолжая темы, начатые отцом Геннадьевым, Татьяной Николаевной, Ну, во-первых, скажу о специфике нашей магистратуры, точнее, остановлюсь на некоторых, акцентирую некоторые моменты. Как верно отметила Татьяна Николаевна, наша магистратура занимает, ну, вы наверняка на сайте могли увидеть учебный план магистратуры, какие предметы изучаются. Надеюсь, что вы уже имели возможность с этим ознакомиться. Я преподаю предмет «Актуальные проблемы православного богословия». Что касается общей направленности нашего обучения и магистрских работ, они, как было верно сказано, связаны с проблематикой православного богословия и философии, где-то развиваются на стыке православного богословия и философии. Но, конечно же, спектр исследований может быть достаточно широкий. Но главное, чтобы мы стараемся соблюдать такие, скажем так, рамки, что они так или иначе должны быть связаны с антропологическими темами, то есть так или иначе связаны с проблематикой человека. Вот именно в человек, в зеркале богословских наук, в зеркале религиозной философии, те или иные аспекты, связанные именно с антропологией. Вот это вот такой, скажем так, фокус зрения нашей магистратуры. По поводу поступления часто задают вопросы, там как, ну, может быть, я немножко сейчас повторгаюсь на своей епархии, но хочется сказать пару слов о том, как писать вступительные эссе и что нужно, чтобы получилось хорошее эссе. Ну, тут очень важный параметр, это именно то, как вы представляете себе свою будущую магистрскую работу, просто как заметила Татьяна Николаевна, стержень обучения в нашей магистратуре, ну, как и в любой другой, но в нашей это действительно так, это написание магистрского исследования. И там, ну, если так, на вскидку, ну, хорошо бы избегать двух крайностей. Первая крайность – это когда будущий магистрант хочет, ну, скажем, писать на хорошо известную тему, скажем так, ну, просто там представить компетентную работу по теме, которая давно всем хорошо известна, по которой имеется масса литературы. В общем-то, здесь нет никакой научной новизны, поэтому, в общем-то, такая задача для магистратуры не слишком подходит. Ну, а другая крайность, когда, наоборот, будущий магистрант хочет открыть миру глаза, совершить какое-то революционное открытие, какую-то всеобщую теорию всего обнаружить, произвести какой-то качественный рывок в богословии или философии в рамках своей магистрской работы. Понятно, что это тоже, в общем-то, задача, ну, скажем так, не совсем реалистичная. Она говорит о том, что, ну, абитуриент не совсем адекватно представляет, так сказать, оценивает свои силы, возможности. Поэтому, вот как уже было верно замечено, научная новизна магистрской работы, она, конечно, должна быть, но лучше всего именно посвятить ее какому-то именно, скажем, не брать слишком широкую тему, да, взять какой-то аспект темы малоизученный или какую-то проектную работу, там, собственно, о типах работ уже и на сайте сказано, я думаю, что еще другие научные руководители скажут. Поэтому, потому что один из моментов, который будет оцениваться в ваших документах, которые будут в ваших вступительных эссе, это именно, ну, так сказать, в планах проекта работы, это именно то, как вы ставите, можете, как вы умеете перед собой именно ставить научную задачу, как вы представляете себе ваше будущее исследование. Конечно же, разумеется, впоследствии, при последующем обучении тема может быть скорректирована. У нас бывают случаи, когда поступивший в магистратуру абитуриент, он полностью менял тему исследования, то есть, совершенно радикально. Но все равно при первом, так сказать, приближении важно, наверное, показать, что вы, ну, во-первых, ориентируетесь в проблематике, да, и, во-вторых, задача, которую вы перед собой ставите, она достаточно реалистична. Для этого, ну, то есть, вы должны быть для этого более-менее хорошо знакомы с материалом, с материалом по той теме, по которой вы собираетесь писать работу. То есть, такой момент, который произойдет самовыборочное впечатление на комиссию. Ну, что касается моей направления, моей деятельности, я в данной магистратуре, в нашей преподаю предмет, как вы уже сказали, актуальные проблемы православного благословия. Мы там изучаем такие, ну, скажем, животрепещущие темы, которые находятся на стыке, на острие дискуссии в современной, в современной, в православной церкви за настоящее время. Ну, понятно, что не все дискуссионные темы мы исследуем, но ключевые такие, как, скажем, имяславия, персонализм, учение евхаристическое приложение, учение по катастосисе и так далее. То есть, вот такие дискуссионные темы, ну, и все, что у меня те, так сказать, магистраты, которые пишут работы под моим руководством, они в основном, конечно, заточены на богословскую проблематику, хотя, конечно, как правило, наша работа является междисциплинарным, потому что написать по-настоящему хорошую работу, ну, для этого нужно, так сказать, все-таки где-то ее писать на, скажем, на стыке различных подходов, дисциплин. И, конечно же, как я уже сказал, хорошо оценивать свои возможности, то есть писать ее в той сфере, в которой вы уже в целом неплохо ориентируете, скажем, для, например, бывает похвальное желание написать что-то, какое-то исследование, посвященное древним отцам церкви, ну, во-первых, как я уже сказал, это должно быть что-то связанное с антропологией, так или иначе, во-вторых, что писать исследования по древним отцам церкви нужно знать, как минимум, знать древние языки, нужно знать языки оригиналов, на которые писали святые отцы, чтобы написать хорошее исследование, ну, и, во-вторых, неплохо знать и иностранные языки, потому что по святым отцам сейчас довольно много публикаций на иностранных языках, на современных иностранных языках. Поэтому, выбирая тему исследования, нужно еще именно, так сказать, реалистично оценивать, насколько вы действительно сможете в нее глубоко погрузиться. Ну, конечно, преподаватели, научные руководители вам окажут в этом всемирное содействие, всемирную помощь, поэтому, ну, это действительно очень интересный процесс, потому что мы начинаем это, как сказал Петя Николаевна, с самого начала, то есть мы погружаемся в тематику вашей будущей работы, обсуждаем на кафедре. Вот иногда эти обсуждения даже выглядят немного такими придирчивыми, но на самом деле все эти вопросы в преподавателе кафедры, они именно продиктованы только исключительно желанием того, чтобы работа получилась действительно хорошей, действительно качественной. Ну, я считаю, что работы, которые в нашей магистратуре защищаются, они практически никогда не являются проходными, то есть это именно работа, в которую вложено много трудов со стороны не как студентов, так и преподавателей. Ну, у меня пока все, если еще будут какие-то вопросы, я... Спасибо большое, Иван Иванович, я вижу, что у нас в чате уже появляются вопросы, мы на все вопросы с чата ответим в конце, мы все их отслеживаем, на что-то в чате мы уже в процессе оперативно отвечаем, если сразу можно написать, а так, как бы не волнуйтесь, в конце весь чат еще раз просмотрим и озвучим. И благодарим за выступление Ивана Ивановича, а теперь я прошу уже взять слово, так сказать, Татьяну Владимировну Миланину, кандидат технических наук, преподаватель курса русской патрологии и церковной письменности в магистратуре и тоже научный руководитель магистрантов по разным направлениям. Передаю слово Татьяне Владимировне, если честно. Да, добрый день, спасибо большое, сейчас попробую подключить видео. Анна Владимировна, вы меня сориентируете, нормально ли все? Мы вас слышим и, в общем-то, видим. Уважаемые коллеги, здравствуйте, тоже рада всех приветствовать, рада состоявшейся встрече. К сожалению, я подключилась не сначала, поэтому буду говорить исключительно, без общих вопросов, исключительно того, что касается, собственно, моей части в этой программе. Значит, кроме русской патрологии я веду еще предмет профессиональной деятельности преподавателя в высшем образовании, поскольку наша магистратура в качестве своего практического приложения имеет возможность наших выпускников преподавания в высшей школе или в дополнительном образовании для взрослых. Вот. Это, значит, второе направление моей деятельности. Но что касается выпускных работ, то не обладая, в общем-то, таким широким опытом, так случилось, что мне доставалось, имела я такое счастье, вести работы особого вида. Они несколько своеобразные, но мы в нашем магистратуре их приветствуем. Речь идет об исследовательской работе в виде кейса. Может быть, это звучит немножко необычно и странно, но поскольку наша магистратура все-таки рассчитана на людей взрослых, имеющих опыт и ведущую собственную деятельность, то такое направление вот в выпускной работе, оно очень бывает востребовано и получается очень интересной, надо сказать, работы. Вот. Что такое кейс? Это исследование случая, который произошел в реальной жизни, который вот имеет некий даже феномен, не случай, а феномен, как вот такая совокупность различных факторов, условий. Вот. Вот. И можно исследовать как положительный случай, так и отрицательный. Ну, учитывая направленность нашей магистратуры, естественно, эти случаи касаются, ну и должны касаться, конечно, деятельности церкви в мире. Вот. И в качестве примера, пояснения того, значит, вот что имеется в виду, я приведу две работы, которые, вот, я тоже посчастливилась с ними работать вместе с нашими выпускниками. Это, значит, работа Наплевышева Алексея Михайловича, она, по-моему, представлена на нашем сайте, да, текст ее. Вот. Алексей Михайлович, будучи самым действующим сотрудником, он исследовал работу, как бы сказать, даже не работу, а присутствие церкви в глубине вот исправительной системы. Причем речь идет не о вообще ее, так сказать, присутствии, а в каждом конкретном случае, то есть в том месте, где работал он. Это, так сказать, пример исследования отрицательного кейса. То есть человек видел, что востребованность есть, что церковь может участвовать гораздо более активно и приносить ту пользу, которую она и может, и должна приносить, но что-то не шло. И вот именно он взял этот случай, именно проблемы взаимодействия церкви и пенитенциарной системы вот в конкретном исправительном учреждении, где он работал, разобрал его для того, чтобы понять, что же, как бы сказать, мешает и какие факторы, ну, как бы отрицательно действуют. Вот это была одна работа, которая вот относится к категории кейса. Ну, а второй кейс, который мы тоже защищали, это как раз, например, положительного кейса. Влияние воскресной школы на жизнь прихода по материалам социологического исследования прихода святителя Николая в Вене. Наш выпускник, магистрант, также будучи активным прихожанином своего, ну, той церкви, которую он посещает, обратил внимание, что образовательная деятельность, она способствовала исполчению прихода и его, как бы, оздоровлению. Вот, и вот этот положительный кейс, он захотел исследовать, чтобы понять, что же такое вот именно в организации их образовательной деятельности на их приходе послужило вот таким положительным результатом. Ну, вот это вот два примера положительного отрицательного кейса. Понятно, что они должны писаться на вашем конкретном случае, в котором вы участвуете, в котором вы имеете непосредственное отношение. Вот, и потому что, конечно, там есть элементы социологического исследования, то есть проводятся опросы. Вот, и моя роль, конечно, в данном случае заключается в том, чтобы прежде всего помочь, глядя вот взглядом со стороны человека, потому что невключенному человеку это проще, понять именно, в чем проблема состоит, вот, что мы исследуем в данном случае, ну, помочь как-то определиться с направлениями и помочь эту работу потом выстроить и оформить вот в виде такого целостного исследования. Ну, вот это вот то, что касается, собственно, моего участия и вообще в целом этого вида выпускной квалификационной работы. Вот, Анна Владимировна, благодарю. Наверное, я больше распространяться не буду, потому что, к сожалению, не слышала, что было сказано до меня, не хочу повторяться. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Я, кстати, разместила в чате ссылку на базу знаний, вот на ее раздел «Гуманитарные знания», где размещаются упомянутые сейчас работы магистранты. В принципе, можно там у нас в базе знаний другие работы посмотреть, если кому-то интересно. А я сейчас передаю слово еще одному представителю нашей магистратуры, да, Данилу Дмитриевичу Черепанову, кандидату филологических наук, и его курс, уже богословские курсы к физиологии в русском богословии рубежа 19-20 веков. И, кстати, Данил Дмитриевич сам является выпускником нашей магистратуры, первого ее выпуска еще. Вот, пожалуйста, передаю слово вам. Спасибо большое, Владимир. Добрый вечер. Я рад всех вас приветствовать. Надеюсь, что мы будем иметь возможность работать и более полноценно после поступления, в случае, если вы захотите поступать. Я руковожу работами по экклезиологии или истории. Экклезиология не путать с историей церкви. Это могут быть работы довольно модные. Сейчас много желающих писать про русское зарубежное богословие 20 века. Пишут вот про отца Александра Шмемана, пишут про отца Николая Афанасьева. Но это могут быть темы и по дореволюционной церковной мысли, а мог быть темы по 19 веку. И даже если позволяет материал и интерес по 18-му, хотя здесь сложнее эпоха. А 18-я эпоха непростая, тут требуется известный кругозор именно в материалах той эпохи. Могут быть темы, по-моему, руководственно связанные с христианским осмыслением культуры, как западной, так и отечественной. Это всегда такие сложные темы, междисциплинарные, находящиеся на стыке истории, литературы, истории, культуры и богословия. Но они вполне возможны. Если есть какой-то интерес, можно предметно обсуждать такую работу. Что касается общих замечаний, я добавлять почти ничего не буду. Обращу ваше внимание на то, что сказал Иван Иванович о языках. Выбирая тему, выбирая ваш предмет, обратите внимание не только на каком языке будут источники, но и на то, на каком языке будет литература. Очень часто коллеги берут темы, чтобы потом пережить разочарование, выяснив, что они должны были бы учесть или там греческие тексты, или английские, или немецкие. А учесть их очень трудно, потому что их трудно прочитать. Вот здесь стоит быть внимательным. Если есть какие-то вопросы по эквизиологическим темам, я могу ответить сейчас. Если возникнут вопросы позже, то можно писать в чате, в чате тоже есть ответы. Что еще сказать? Анна Владимировна, мне кажется, что... Спасибо. Мы, в принципе, спросили, что на вопрос все ответить в конце, потому что сейчас... Ну, внезапно возникло. Ну да, если вдруг у кого-то что-то возникает, но... Если нет, то и замечательно. Нет, я надеюсь, что вопросы будут, но думаю, что, возможно, еще их не сформулировали так сразу. Спасибо вам большое за презентацию вашего направления. И еще у нас предполагалось, что выступит еще один научный руководитель магистрантов, которому всегда возникает много вопросов. Это Вера Александровна Осина, кандидат медицинских наук, который ведет курс «Богословские проблемы биомедицинской этики». Вот по биомедицинской этике, об ее богословском аспекте всегда как-то к этой теме есть большой интерес, и всегда есть желающие писать работу по этому направлению. Но вот к нашему большому сожалению, Вера Александровна сама сейчас не смогла подключиться, поскольку как практикующий врач, у нее немножко поменялся график, она сейчас на дежурстве. И поэтому она просто попросила коротко меня озвучить тот материал, который она хотела, собственно, вам сегодня рассказать. Здесь все достаточно просто, потому что она планировала презентовать биоэтику как дисциплину. Понятно, что биоэтика – это дисциплина появления, которая связана с развитием медицинских технологий, которые разными способами позволяют способствовать изрождению, поддержанию человеческой жизни. И современное стремительное развитие науки постоянно ставят вопросы о том, где проходят границы допустимого вмешательства в процессе человеческой жизни и смерти. То, что с христианской точки зрения является областью промысла Божия, человеки. Ну вот если задача биоэтики, в принципе, это разработка критериев и нравственных принципов медицинской науки, то есть биоэтика старается разобраться, является ли то, что стало возможным благодаря науке, в то же время правильным страстной точки зрения. То есть здесь, конечно, возникает некоторый зазор между позициями светской и христианской биоэтики, потому что светская биоэтика людей рассматривает как биологические существа, исходит из возможностей наилучшим образом удовлетворить какие-то физические, материальные, социальные потребности. А биоэтика христианская все-таки призывает не ограничиваться лишь земной жизнью, земными потребностями человека и старается давать биоэтическим проблемам нравственную оценку в свете учения церкви. И, собственно, самые главные вопросы, которые биоэтика рассматривает, они связаны как с началом человеческой жизни, репродуктивные технологии различные, перинатальная диагностика, вопросы прерывания беременности. Вот, например, в нашей магистратуре тоже защищались работы о богословских и медицинских аспектах начала человеческой жизни, о том вопросе, в какой момент эмбрион считается человеком с научной, с богословской точки зрения. Рассматриваются биоэтикой вопросы, связанные с сохранением и поддержанием человеческой жизни, конечно, это вот разная сфера трансплантации органов, планирования, клинические испытания на человеке, как к этому относиться. И, конечно, очень большой спектр вопросов связан с процессом умирания. Это тема, по которой у нас тоже писались работы, эвтаназия, проблема, проблематика границ применения медицинских технологий для больных в луговом и коме, вегетативном состоянии. Является ли в таком случае усилие врачей поддержание жизни влагом или, наоборот, затягивает процесс умирания. И, конечно, вопросы, которые с этой темой связаны, они остаются актуальными и проблемными, несмотря на то, что работа по ним пишется, все равно полностью эта сфера не исчерпана. И еще актуальны богословские оценки проблем генной инженерии, отношения к смене пола, проблемы, связанные с культом здоровья, здорового тела, где грань, после которой забота о здоровье не превращается в некий культ. Возможно, сейчас пандемия тоже поставила новые вопросы биоэтики, над которыми можно думать. И поскольку эти темы всегда вызывают большой интерес, то закономерно обычно возникают вопросы о том, можно ли без базового медицинского или биологического образования писать работы по биоэтике, именно по ее богословскому осмыслению. И здесь мы отвечаем, что это зависит, конечно, от конкретной темы, потому что, с одной стороны, в каких-то аспектах биомедицинских проблем разобраться, естественно, проще медику, который с ними на практике сталкивается, имеет соответствующее образование. И вот как раз работа, которую я упоминала, в прошлом году была защищена проблемой эвтаназии в современном обществе, медико-социальные, богословские аспекты. Здесь магистрант, который этим темой занимался, здесь был кандидат медицинских наук, доцент кафедры болезни органов дыхания, и он опирался во многом на свой профессиональный опыт. И, собственно, сама эта проблема родилась не просто как-то теоретически, а из его профессионального опыта, из его практики, из того, что ему необходимо было для себя решить и разобраться. Но при этом у нас есть и работы, которые защищают по этому направлению магистранты без медицинского образования. Вот как раз работа, связанная с разными подходами к моменту определения начала человеческой жизни, ее как раз защитил благополучно, защитил магистрант с музыкальным, если не ошибаюсь, образованием, но не с медицинским. Или вот другой пример, что как раз наша магистрантка благополучно защитилась, разработав образовательную программу для прихожан, посвященную православному пониманию наиболее важных проблем биомедицинской этики. То есть в этой сфере тоже достаточно большой есть задел для людей с разным образованием, с разной подготовкой. Здесь есть о чем подумать. Вот это та часть как раз сегодняшнего выступления, которое меня просила озвучить Вера Александровна Осина. И теперь я снова слово передаю нашему директору, протерею Геннадию Егорову, поскольку он к тому же еще и преподаватель магистратуры, руководитель магистрантов тоже теперь уже в этом качестве. Я благодарю. Я тоже пару слов скажу о своих темах, поскольку я, помимо прочего, еще являюсь кандидатом психологических наук и магистром менеджмента, то в сферу моих научных интересов попадают темы, связанные с образованием, в том числе дистанционным образованием, естественно, богословским, темы, связанные с взаимодействием богословия и психологической науки, темы, связанные с управлением людьми, потому что управление людьми – это тоже, хотя и кажется, что тут только одни технологии и протоколы, на самом деле за этим тоже прячется богословие. Поэтому, если широко мои интересы сформулировать, то это человек в профессии, но если узко, то вот так. Поэтому, скажем, с какими мне приходилось темами работать. Например, вот недавно была защищена работа о духовных основаниях нарциссического расстройства личности. То есть это такое, в общем-то, расстройство, которое в основе своим зачастую имеет именно духовные повреждения, но поскольку им занимаются в основном медики, то не видят аспект болезни, зачастую, но они как бы некорректно работают с этими больными. Также, например, темы, связанные с различными аспектами православной психологии, или понимающей психологии, или той области, где, скажем так, психологи, психотерапевты, или даже философы пытаются работать с духовным. Также темы, связанные с псевдоотическим пониманием управления людьми, богословия власти и так далее. Ну, в общем, вот такой крок. Так что, если что-то из этих тем появится, то я с удовольствием займусь. Более того, поскольку мы видим, что часть наших выпускников, они так или иначе занимают различные управленческие позиции, ну, начиная с епархиальных управлений, вузов и так далее, то несколько дисциплин, связанных с менеджментом, с управлением, мы внесли также и в курс нашей магистратуры. Но не только поэтому, то есть не только для того, чтобы дать им прикладное значение, но и также для того, чтобы в рамках магистратуры попробовать осмыслить эти вопросы в рамках православной антропологии. Ну, вот если коротко, то, наверное, так, но тоже с удовольствием отвечу на вопросы, если они появятся. Спасибо, отец Геннадий. И вот как раз у нас явно наступило время для ответов на вопросы. Ну, я думаю, что если у кого-то есть вопросы, которые хотелось бы задать микрофоном, то лучше сейчас уже включаться. Геннадий, может быть, мы по чату сначала, чтобы он не остался у нас. Ну, хорошо, давайте, в принципе, да, можно сначала установить последовательность вопроса в чате. Давайте я поотвечаю, на что смогу, на что не смогу, Оксана Николаевна попрошу. Значит, первый вопрос. Тема по материалам для канонизации. Нет, такая тема не принимается, потому что это все-таки, ну, скажем так, история. У нас, ну, магистратура, она выстраивается вокруг темы антропологии. Это тема историческая. Если наш план реализуется, и если ученый совет это утвердит, то есть надежда, что в следующем году у нас будет набор на две магистрские программы. Вторая будет по церковной истории советского периода. И если это произойдет, о чем вы узнаете в сентябре, я думаю. То вот там как раз такая тема будет вполне уместна. А сейчас мы в магистратуру исторические темы не принимаем. Ну, порядок поступлений и так далее, все описано на сайте. Вот, чтобы пройти конкурс, нужно получить хорошие баллы по диплому и своему мотивационному письму. Вот, больше ничего, специально ничего читать не нужно. Изучение языков – это английский или немецкий. Древних языков у нас нет. Так, да, запись будет на сайте размещена. Очных встреч у нас не будет, если только при вручении дипломов. Но они не в запись. То есть, вообще говоря, основной поток коммуникации идет в письменном виде. Но также проводятся и вебинары. По ходу занятий. Но очных встреч у нас нет. Просто потому, что даже часть преподавателей находится не в Москве, так же, как и учащиеся. Поэтому организовать что-то очень довольно проблематично. Вот, ну, основная работа – это… Ну, в каждом курсе свой график, свой план, свои работы – это вы узнаете по ходу дела. Вот, конкурс пока неизвестен. Какой-то будет известно, когда будут поданы все заявления. Распределение научных руководителей происходит на кафедре. То есть, мы смотрим, с какой темы пришел человек. Даже, причем, ну, иногда в процессе поступления мы сразу определяем, кто будет руководить. В том сентябре мы утверждаем уже предваритель научных руководителей. Если там не совсем понятно, то мы общаемся с самим студентом, уточняем его тему. И в сентябре обычно, до конца сентября, назначаем научных руководителей. Дальше уже, как студент сам договорит, с руководителем, вот, там, почта, телефон, вебинар, все доступные средства. Вот, вопрос по документам, я пропущу, это не ко мне, может быть, Оксана Николаевна, стоимость там уже ответили. Вопросы по телефону. Ну, мы вебинары используем, поэтому телефон здесь не особенно нужен. Вот, и с кем из преподавателей, ну, все, вы получите, все указания. То есть, не то, что вам нужно будет с ММО где-то бегать и разыскивать. То есть, мы вам сообщим, кто назначен руководителем вашей темы, дадим координаты и обеспечим связь. Так, да, работы выложены. Ну, да, если желающих будет больше, то, ну, собственно, даже если желающих будет меньше, то отбор все равно будет на основе конкурса, потому что еще есть у каждой программы свой проходной балл. И если человек этот проходной балл не набрал, то он не участвует в конкурсе, вне зависимости от того, на бюджет он поступает или на небюджет. Вот. Творчество Достоевского, ну, оно может рассматриваться, но тут, как бы, а, как будет сформулирована тема, и б, она не должна быть, ну, так сказать, слишком тривиальной, потому что все-таки творчеством Достоевского много кто интересуется, поэтому здесь еще нужно что-то с новизной будет делать. Так, да, у нас дело в том, что прием документов обязательно идет на общеуниверситетском сайте, требованиями министерства. Сейчас вообще даже вышло требование еще на какую-то, через какую-то министерскую платформу, но мы пока не поняли, это общее обязательное требование или это рекомендация. Поэтому здесь в СДО мы собираем предварительные заявки, здесь же будет проходить учеба, здесь идет вся связь с нами. Но формальная часть подачи документов, она должна происходить через официальный сайт абитуриент по СТГУ. Да, ну вот Даниил Дмитриевич ответил на вопрос по Достоевскому. Гораздо лучше, чем я. По датам тоже Оксана Николаевна ответила. Вот, да, до какой даты, Оксана Николаевна, подскажи, если вы не подсказали. До конца июля. До конца июля, да. Там 20, да, 20, там какие-то числа, посмотрите повнимательнее. Когда вы зарегистрируетесь в СДО, вам в курсе приема документов будут все даты прописаны? Да, вот вы пишете, да, вот платформа института, это где вы подаете заявки, чтобы мы вас не потеряли, вот, да, чтобы те администраторы, с которыми вы будете потом работать, не могли следить. Но документы нужно загружать на платформу Абитуент.Пост.ГУ, там ссылки все есть. Вот, утвержденного списка направлений ВКР, как бы, его нет. Нет, в принципе, можно написать нам, если у вас есть сомнения, попадает вот тема, которую вы собираетесь нам предложить, или не попадает в, как это сказать, в русло нашей магистратуры, то можно нам написать и задать этот вопрос. Вот. Нам ничем не в этом, не в следующем, нам отмен болонской системы, но, как обычно, грозит тем, что придется писать тонны каких-то новых документов с точки зрения процесса обучения и всего остального. Я думаю, нам это грозит совершенно ничем, тем более, что на самом деле болонская система – это не совсем корректное название. Корректное название – болонский процесс. Да, это некое соглашение, в рамках которого университеты собирались, так сказать, стандартизировать описание образовательных программ и устройство учебного процесса. Вот. То есть формально, по моему представлению, болонский процесс официально завершился в 2010 году. То есть мы сейчас как-то живем по мотивам, по воспоминаниям. Более одной темы представить. Ну, наверное, две темы можно предложить, но с одинаковой подробностью. Больше, наверное, не надо. Наверное, как бесконечное разнообразие интересов, не в лучшую сторону, может быть. Да, вот ссылка на платформу по ИСТГО Абитуриент выложена. Значит, экзамены и зачеты проходят по-разному. Кто-то проводит уст на вебинаре, где-то нужно написать итоговую работу, где-то суммируются баллы, полученные в процессе учебы. Вот. Время вебинаров обычно согласовывается с учащимися, но их не так много. Вот. Перезачеты из другой магистратуры при наличии... Ну, при совпадении учебных планов, при нужном количестве зачетных единиц, конечно, возможны. Да, можно, вот я говорю, можно нам написать и, в общем, предварительно... То есть мы не консультируем по поводу того, как написать эссе, как и так далее. Это как бы не положено. Да, мы не хотим одних Абитуриентов ставить в лучшее положение по сравнению с другими. Например, если у вас там на выбор три или четыре темы, вы не знаете, с какой заявиться, то мы можем вполне сказать, какие нам могли бы быть более интересными. Ваш профиль... Вам ничего не нужно сделать с профилем своим, профиль вас подключит к программе, то есть вы зарегистрированы, и вы дальше в системе с ним фигурируете, вам ничего специально не нужно делать. График обучения. Вот смотрите, у нас асинхронный в основном режим. То есть это не то, что у нас там какие-то лекции по расписанию и так далее. То есть в основном там в каждом курсе есть набор тем, и на работу с этой темой дается какое-то определенное время и... Соответственно, форма аттестации. Если нет диплома бакалавра, то ни на какое. Мы не можем принимать в магистратуру людей, не имеющих диплома специалиста или бакалавра. То есть диплом о высшем образовании должен быть, неважно, специалист или бакалавра. Да, ну магистр, может быть, да. Да, все что угодно. Без высшего образования мы не можем в магистратуру брать. Контакты ответственного лица, это по подаче документов, это нужно в приемной комиссии. Вот на том сайте по Истугу Абитуриент. Вот там ответственный секретарь приемной комиссии. Все формальные вопросы нужно решать там. Вот сейчас я тему не готов обсуждать. Так что это можно написать. Да, темы, связанные с образованием, естественно, можно, но это не просто влияние Боломской ЕГЭ на успеваемость школьников. То есть здесь вопрос, который нужно ответить, в чем у меня богословие. То есть почему это, поскольку у нас магистратура по направлению теология, то всегда вопрос, в чем богословие. Нет, смотрите, нет, не в том дело, про диплом. Значит, наличие диплома о богословском образовании уровня бакалавриата, это один из элементов оценивания. То есть он дает до 30 баллов при поступлении, ну, в зависимости от степени соответствия. То есть если у вас нет формального богословского образования, соответственно, вы на этой позиции получаете 0 баллов. То есть сразу на 30 баллов из 100 возможных вы отстаете от остальных участников. Вот, поэтому, ну, если вдруг вы, то есть даже шансов перепрыгнуть через проходной балл уже остается совсем немного. Вот так что. Ну, мы просто смотрим, да, вот мы берем, берем единый учебный план в программу бакалавриата и мы смотрим, вот в степени соответствия. В зависимости от этого выставляется уровень баллов. Если это вот диплом из неизвестной конторы по продаже дипломов профессиональной преподготовки обо всем, ну, уровень соответственный, да, там за два месяца профпереподготовка по теологии недорого, вот это меньше. Если это, естественно, Московская духовная академия, то, конечно, это дает больше баллов. Так, ну, вот я, кажется, ответил на вопросы, может быть, Оксана Николаевна, ну, или кто-то хочет, может быть, с микрофоном выйти. Тест, Геннадий, я бы хотела просто ясность внести в две вещи. Я понимаю, что у нас постоянно абитуриенты путаются в необходимости регистрации на двух платформах. Давайте попробуем разобраться, для чего на одно регистрируемся, для чего на другое, тогда будет понятно, зачем этот процесс. С 20 июня на сайте по СТГУ, ссылка была отмечена, открывается приемная кампания, и там вы подаете заявку и загружаете сканы документов для поступления. Университет таким образом видит, что у вас есть заявка и считает вас абитуриентом. В СДО вы можете зарегистрироваться прямо сегодня или завтра, когда угодно, на программу приема документов по магистратуре. Зачем необходима регистрация в СДО? Мы, как институт, должны тоже вас увидеть. Внутри курсов, в которые вы попадаете, есть все инструкции по тому, как будут проходить вступительные испытания. В этом же кабинете вы будете проходить вступительные испытания. Вы будете туда загружать свое мотивационное письмо, документы о богословском образовании, ваше эссе. То есть, если вдруг вы не зарегистрируетесь в СДО, но подадите заявку в университет на сайт по СДГУ, то вы просто не сможете участвовать в вступительных испытаниях. Поэтому две регистрации обязательны. Единственная разница в том, что заявка по СДГУ подается в определенный срок, это с конца июня до конца июля, с 20 июня до конца июля. А в СДО вы можете подать заявку прямо сейчас. Был вопрос о том, где найти куратора. Если будут возникать вопросы по загрузке документов для вступительных испытаний, пожалуйста, в приемной в курсе в СДО всегда есть администратор, который вас проконсультирует по любому вопросу. Наверное, с моей стороны все. Спасибо, Оксана Николаевна. Если, может быть, еще есть вопросы, все-таки кто-то хочет задать их устно или есть еще время что-то в чате озвучить. Я хотела, можно одно слово сказать? Вот там тоже были вопросы по поводу педагогики, по поводу психологии. Здесь обязательно должно быть какое-то богословское содержание. Понимаете? Вот, например, у нас сейчас пишут работу, как раз связанную с педагогикой. Ну, например, она посвящена тому, как подается христианство вообще, как таковое в учебниках по педагогике. То есть педагогика, но она имеет вот богословский аспект. Поэтому, когда вы будете эту тему свою размышлять над темой, вы должны это тоже не забывать. И, кстати, в принципе, можно и на мою почту давать. Я тоже могу участвовать в, вот, точнее, отвечать на вопросы по тематике работы. Тогда, Татьяна Николаевна, вы можете в чате написать. Так, вот как раз опять попрашивают ссылку на регистрацию в СДО. Она у нас тоже уже там выше появлялась. Сейчас я еще раз вставлю ее в чат, чтобы уже никто ее не потерял. Простите, пока маленькая пороза. Конечно. Будьте любезны, проходной балл. Так, ну вот уже, собственно, задавался этот вопрос в чате. Мы пока еще... Не увидел, не успеваем. Потому что мы, кажется, отвечали, что пока еще это будет зависеть от количества заявок. Отец Геннадий, если вы микрофон включите, то... Нет, о проходном бале, Владимир спрашивает. То есть минимум необходимый для допуска к конкурсу. А, ну вот это... Минимум 60. Понятно, спасибо. Так вот, сейчас в чате ссылка на страницу магистрской программы в системе дистанционного обучения по СТГУ на нашем сайте. На этой странице как раз есть кнопка «Подать заявку», большая синяя кнопка. Вот это как раз ссылка для регистрации в СДО. Если вы подняли руку, вы можете сразу микрофон включать и задавать вопросы. Да, здравствуйте, меня зовут Оля. Я хотела такой вопрос задать. Вот когда я училась на экономиста, у нас были закрытые сайты с базами работ по экономике, где можно было поисследовать, что уже писали по теме недавно, что писали по теме в России, не в России и так далее. Сейчас я услышала про направление, что можно писать вот про человека в профессии, про стык-менеджмент и богословие. Меня это очень заинтересовало. Но где вообще смотрят, кроме, ну, в угла, что уже было по теме? Есть ли какие-то профильные сайты, где можно посмотреть база работы или что-то подобное? Вы знаете, профильных сайтов нет и по этой теме очень мало работ. Вот, поэтому тут фактически, ну, не то чтобы их совсем нет, но их очень мало. Поэтому, скажем так, мы их с вами легко все обнаружим тут, в отличие от экономики или педагогики, где вот тонны этого всего. Эта тема совершенно не изучена, и очень ограниченное количество людей, которые все друг друга знают, над этой темой работают. Понятно, спасибо. Может быть, еще у кого-то вопросы, которые хочется задать микрофоном? Пока мы все еще здесь. Вот у меня такое ощущение, да, что поток вопросов у нас исчак, потому что в чате тоже больше ничего не пишут. И надеюсь, мы на них на все более-менее ответили. А, так вот, Данил Дмитриевич как раз отвечает на последний вопрос. Мелочь, может быть. Это касается, скорее, других аспектов, не экономики, но есть всегда профильные сайты библиотек. Так, понятно, у кого-то второй час ночи. Так, по поводу темы управления. Имеет ли смысл до подачи связаться с руководителем? Может быть, отец Геннадий что-нибудь подскажет. По поводу загруженного диплома в профиле СДО, я думаю, вы... Нет, до подачи вы не можете связаться с руководителем, потому что руководителя назначают в сентябре. То есть мы сами не можем сказать, кто сейчас будет вашим руководителем. Да, потому что, еще раз говорю, что мы под специфические темы иногда приглашаем кого-то из коллег, даже из других учебных заведений, если мы понимаем, что они лучше смогут эту тему вести. Поэтому до подачи вы не сможете, потому что просто неизвестно, кто это будет. Возник вопрос по поводу внесения в профиль диплома об окончании программы теология. Наступит момент, ну, с 20 июня начнет наступительное испытание. И, соответственно, в рамках пакета документов наступительное испытание вы сможете добавить этот диплом. Администратор вам откроет доступ. То есть тут волноваться не стоит. Ну, и пока, если еще кто-то последние вопросы дописывает и придумывает, я еще раз повторю то, о чем я, в принципе, в чате написала. Вначале у нас запись будет этого вебинара. Запись мы тоже разместим у себя на сайте, на нашем канале YouTube. И тем, чьи контакты у нас остались, кто регистрировался на странице мероприятия, ТМП, ты оставлял электронную почту, тем мы еще сделаем рассылку со ссылкой на эту запись. Вдруг она тоже кому-то пригодится, чтобы постановить в памяти то, что тут озвучивалось. Но просто кто-то мог к нам подключиться по другим каналам, получив ссылку. Мы по разным каналам информацию о вебинаре распространяли. И если вашей почты у нас нет, тогда, к сожалению, рассылку мы не сделаем. Но вы, тем не менее, следите за нашими новостями на нашем сайте. Подписывайтесь, там можно подписаться на наши новости. Следите за нашими соцсетями и в любом случае не пропустите появление этой записи. Найти ее будет легко. Анна Владимировна, простите, вопрос тоже насущный возник, вижу в чате. На платформе СДО не отмечают платный или бюджет. Заявку на поступление в университет вы подаете на платформе сайта по СДГУ в личном кабинете. Вот там вы загружаете все документы, там вы отмечаете с выборку на платный или на бюджет хотите поступать. В платформе СДО ведутся вступительные испытания. То есть при оформлении своего, скажем, личного профиля вам будет нужно также загрузить сканы документов. Почти что такие же, как и там. Но выборку на платный или на бюджет – это заявка, которая делается на сайте по СДГУ. Да, на страничке Абитуриен. Да, у меня все. Ну вот, мы как раз смотрим пока. Ну, видимо, еще есть немножко совсем времени, чтобы успеть задать вопросы, если у кого-то еще остались вопросы. Мы, наверное, благодарим всех участников нашего сегодняшнего мероприятия, научных руководителей, тех, кто пришел их послушать, вопросы задавал и проявил интерес к нашей программе. Пожалуйста, будем рады всех вас, так сказать, видеть в приемной комиссии, программу, системе и нашей магистратуре. Это интересно. И, в общем, всех приглашаем выбирать тему, думать над эссе и поступать. Дорогие коллеги, простите, вдогонку, буквально маленькая информация. Если вы очень хотите поступить, и вам все равно бюджет или платный, то при подаче заявки на сайте поисты ГУ вы выбираете и то, и другое. Вы будете участвовать в конкурсе, и тогда по конкурсу вы пройдете сначала. Либо на платное, если баллы будут ниже, можно попробовать в бюджетном варианте поучаствовать. Да, это важно, потому что если заранее этого не сделать, то потом уже нельзя. То есть даже если вы захотите на платное, а заявку вы не подали на сайте поисты ГУ, на страничке абитуриент, то вас просто не учтут в списках, вам не дадут это сделать. Имейте в виду. У меня все, коллеги. Спасибо за дополнение. Ну и вижу, что в чате уже, так сказать, с нами тоже прощаются, благодарят. Спасибо, думаю, можно, наверное, на этом выключать нашу запись и прощаться. Большое спасибо. 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 Спасибо.